приветствую всех зрителей моего канала и я хочу сейчас снять четвертое для меня видео на сегодня я надеюсь что все до сегодня я уже все сняла что мне было надо это тег я закончила вышивать от танчик 77 ссылку на автора оставлю под видео здесь всего 8 вопросов так что я думаю быстренько мы с этим всем справимся так первое я закончила вышивать все крестики сделаю бэк и пришью бисер сейчас или если я закончила вышивать все крестики то понятно сделаю бэк я сейчас пришью бисер если это ну просто несколько бисеринок надо пришить не знаю как как под настроение будет принципе я из бисером стирала работы я стирала и бисерные платья которые вышиты полностью бисером поэтому какого-то страха постирать бисера как такового у меня нет единственное что бывало у меня я выкладную не делала после стирки металлика но опять же это не как какое-то правило для меня то есть я каждый раз подстраиваюсь под какую-то конкретную работу я закончила вышивать и стирать работу буду сразу или скорее всего сразу у меня на большинстве работ есть разметка поэтому я стираю либо в тот же день либо на следующий день либо же вот сейчас например свои нитяные глазки от марашки вот я где-то они у меня недели две наверно полежать с разметкой к сожалению и дома я их уже постираю нормально понятно они огромный они метр и их стирать надо в ванной меня спрашивали как ты будешь их стирать в ванной в умывальнике не представьте как стирать в умывальнике да вот так вот начинаешь и так опа на пасти одну часть намочил вторую часть намочил ну что-то понятно большой какой-то сосуд для этого и ну вот наверное это будет самый большой мой перерыв две недели между окончанием вышивки и стиркой обычно я всегда стираю всегда глажу и даже если работу пролежит год или два до момента ее оформления в багетной мастерской все равно я ее постирай поглажу потом если надо будет перед тем как я понесу ее в багетную мастерскую я могу еще раз ее прогладить но стираю глажу всегда сразу третье я закончила вышивать ниточки и бисер разложу по местам сразу или сразу у меня никогда такого нет что я закончил что-то вышивать у меня остались горы органайзеров схем ниток от старого проекта и я начинаю новый нет я заканчиваю старый я разбираю паковский органайзер вытягиваю все ниточки какие короткие выбрасываю какие длинные привязываю назад на ниточные органайзеры я рву там схему который уже зачеркнуто то что нормальное складываю еще там куда-то себе то все это складываю все ненужное выбрасываю полностью освобождаю раму освобождаю свое рабочее пространство и только после этого приступаю к организации следующего проекта то есть у меня такого не бывает что я старая 100 со старым еще не закончила уже новая начала у меня бы мозг наверное взорвался я очень люблю организованность следующее я закончила вышивать схема мне не нужна и я ее выкину или если схема в таком виде что он не потребна каком-то виде а у меня схемы очень часто в таком виде потому что если эта схема для крестиков полу крестиков я просто черным маркером то есть схема это просто черный лист без ничего такие схемы я понятно выбрасываю и если схема для бэкстича то это черные контуры цветочков например чаще всего такие схемы я тоже выбрасываю фактически всегда их выбрасываю с чем они нужны если схема в нормальном хорошем виде я кладу ее куда-то к остаткам ниточек и складываю и храню не знаю не могу сказать зачем я это делаю но выбросить остатки не так и схему я не могу я закончила вышивать я уже знаю как оформлю эту работу или чаще всего приблизительное какое-то понимание того как эта работа будет выглядеть у меня есть то есть я знаю что эта рамка должна быть приблизительно такого цвета это должно быть паспорту вот приблизительно такое то есть приблизительно да я знаю но перед тем как идти в багетную мастерскую я всегда захожу в интернет и гуглю там пример золотое рано живой огонь и смотрю как оформляли люди и так мне нравится так мне не нравится и уже что-то такое с какими-то мыслями я уже иду в багетную мастерскую то есть я никуда не иду багетную мастерскую знаете как как чистый лист то есть мне нужно что так вот этой картине нет обычно я уже приблизительно знаю что мне нужно и дальше уже начинаю исходить из того что может предложить багетная мастерская я закончила вышивать еще мой вышивальный день не закончился я сегодня больше не возьму куда я сегодня больше не возьму в руки вышивку в руки или скорее всего если я закончила вышивать на Мой вышивальный день еще не закончился, в 100% случаев. Я потрачу остатки этого вышивального дня на разбор материалов от предыдущего проекта. Скорее всего, мой вышивальный день уйдет на разбор материалов от предыдущего проекта. Если вдруг случится чудо, но оно не случится, но если вдруг оно случится, то я начну подготовку к следующему проекту. Но чаще всего вот такой вот день, даже если я утром закончила работу, то остаток дня у меня пойдет на то, чтобы разобрать схему, разобрать иголочный органайзер, разобраться с нитками, если это нитки на бобитках, разложить их по местам, постирать, погладить работу. То есть на это у меня уйдет остаток моего вышивального времени в этот день. И редко, когда я смогу начать подготовку к следующей работе. Скорее всего, я просто буду разбирать это все и снимать об этом видео. Я закончила вышивать. Я уже знаю, что буду вышивать дальше или... Один единственный у меня был случай, когда я закончила, по-моему, мамино платье. Я не знала, что я буду вышивать дальше. В итоге я провисела в воздухе, наверное, где-то около недели, непонятно чем занимаясь. И пришел ко мне набор анютины глазки. Я поняла, что тебя я ждала. И начала вышивать его. Так, обычно я всегда знаю, что я буду вышивать после того, как закончу то, что я делаю сейчас. Вот опять же, в 99% случаев. И последний вопрос. Я закончила вышивать и довольна собой, но чувствую какую-то печаль. Вы знаете, несмотря на то, что я, понятное дело, очень люблю те работы, которые я вышиваю, все-таки нужно признать, что мне эти работы достаточно быстро приедаются. То есть вот этот эффект новизны, он проходит, и через какое-то время работа входит в привычку. То есть я три месяца вшиваю эту работу. Вот все, это данность. И каких-то особых восторгов уже я от этого не испытываю. Поэтому я не могу сказать ни об одной картине. У меня есть картины, которые я заканчиваю, они меня уже совсем раздражают. И мне уже хочется, ну вот, очень-очень быстро их закончить, как это было с, например, тем же «Живым огнем» от «Золотой руно», который у меня растянулся на, по-моему, чертки 30 отчетов. И есть картины, которые я заканчиваю с более-менее спокойной душой, со спокойным состоянием, без какого-то нервного тика. Это те же самые «Анютины глазки от Морешки». Но чтобы я скучала, какой ужас закончилась эта картина, что я буду без нее делать, нет. Я всегда в таком предвкушении от того, что я буду делать дальше, что я не испытываю какой-то особой грусти от того, что вот эта картина, как видите, эта картина закончилась. Я скорее, вот, у меня дрожат ручки, как и хочу уже начать что-то новое. Все, это были все мои ответы на этот тег. По-моему, это самый короткий тег, который я снимала когда-либо, но так получилось. Все, спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!